Бронежилет, бронешлем – это то, что спасает твою жизнь в бою. Но как он это сделает, если будет попросту хуёвым? Никак. А потому ты должен знать, как убедиться в качестве той продукции, которой доверяешь самое дорогое – свою жизнь. Поэтому в этом ролике мы поговорим про сертификацию бронеэлементов. Я хочу, чтобы ты понял самую важную вещь. Абсолютно все кустарные отстрелы брони на ютубе – это полнейшая хуета и бесполезный мусор. Вся эта блогерская стрельба в пластины или шлема никак не подтверждает, что данный шлем, допустим, соответствует заявленным характеристикам. Запомни, такие тесты ни в одном случае не могут служить доказательством качества бронеэлементов. И тут ты можешь у меня спросить, да кто я такой, чтобы это утверждать? И правда, ведь в вопросах, которые нам не подвластны, принято полагаться на квалифицированных людей. И в нашей сфере это военные эксперты. Люди, которые на высочайшем уровне разбираются в военном деле. Под их руководством любая армия сможет победить в любой войне. Но, к сожалению, большинство из них консультируют только по интернету. Именно из-за таких экспертов мы сюда и загремели. Давай по порядку. Если на ютубе ввести в поиск испытания бронежилета, то мы получим тонны роликов с отстрелом от блогеров. Surprise, motherfucker! Где мамкины эксперты прислоняют пластины к стене и бахают по ним из всего, что оказалось под рукой. После чего гордо выносят экспертное решение о пригодности брони к службе. Броник-то не говно. Хоть и были пробития, но это сколько? Четыре сквозных из двадцати выстрелов. Да, хороший результат. Дает шанс на спасение. Подобными роликами завален весь ютуб. Причем как в России, так и за рубежом. Они испытывают бронежилеты, шлема, пластины и даже щиты. Из-за обилия подобного контента тебе может показаться, что они все делают правильно. Однако, суровая реальность в том, что данные тесты абсолютно бесполезны. И даже опасны для жизни тех, кто доверится данным экспертам. А, бля! Если посмотреть любой отстрел, то везде можно увидеть один и тот же тезис. Если не пробило, да, значит броня работает. С точки зрения дебилыча здесь все, конечно, логично. Пробития нет. Но вот в жизни после попадания пули твой шлем может остаться непробит. Но мозги через уши все-таки вытекут. И в этом будет виновата ЗКТ. Заброневая контузионная травма. Проверить бронежилет или шлем на тяжесть ЗКТ в бытовых условиях, то есть в квартире или на стрельбище, просто поставив пластину к стене, попросту невозможно. Вот и получается, что броня-то не пробита, а человек мертв. Сдутие есть, пробитие нет. А как же тогда ее проверить? Для оценки тяжести за преградные травмы необходимы специальные стенды и оборудование, а также квалифицированный персонал, который сможет точно определить разрушающее воздействие пули. Здесь, как с врачами, если ты посмотришь на свою кардиограмму или УЗИ, то, скорее всего, ничего не поймешь. Для тебя это будут китайские иероглифы. А вот сеньор-доктор сразу подметит рак жопы. Именно по этой причине и существуют сертификационные центры, где умные дяди проверяют необходимые элементы по всем ГОСТам, чтобы ни один мудак не смог выдать свою парашу за качественное изделие. Только при наличии официального сертификата бронежилет может считаться бронежилетом. Без этой бумажки это просто тряпка, набитая говном. Помни, не важно, пробило твой жилет или нет. Важно, что человек остался жив или может вылечиться после полученной травмы. Ведь вся ирония в том, что хреновый бронежилет хуже его отсутствия. И часто бывает такое, что запреградная травма настолько фатальна, что лучше бы пуля прошла на вылет, нежели попала в этот сраный жилет. Давай на минутку отвлечемся от брони, и я расскажу тебе о спонсоре данного видео. Мне прислали рюкзак XD Design Bobby Pro. Я и раньше о них слышал, но сам никогда не пользовался, и как оказалось, очень зря. Поскольку я сам тот еще параноик, мне важно, чтобы вещи в рюкзаке были защищены от краж. И здесь это буквально одна из главных фишек, ведь основная молния расположена так, чтобы ни один мудак не мог тебе ничего спиздить. Одно основное отделение, которое может использоваться как с горизонтальной, так и с вертикальной загрузкой. Сам отсек огромный, да еще и может быть разграничен на секции, чтобы все лежало на своих местах. В других рюкзаках мне, кстати, этого очень не хватало. Обратная сторона имеет отсек под ноутбук, куда идеально влезает мой мак на 15 дюймов и куча мелких карманов рядом. Ноутбук, кстати, очень классно фиксируется и случайно не выпадет, если ты откроешь рюкзак. Из интересных фишек, на спине есть отсек под документы, чтобы не таскать барсетку или не класть их по карманам. Есть хаб для зарядки, и для меня это прям киберпанк, раньше я такого не встречал, однозначно лойц. На лямке есть карман под карты, но я ношу тут вейп, который внезапно идеально подошел по размеру. Сбоку есть сам магический карман с вытяжной рулеткой под ключи или карту пропуск. Дотягиваться, конечно, не совсем удобно, зато никогда не забудешь ключики дома, и экспириенс от использования прям очень крутой. Сам рюкзак, спасибо производителю, жесткий и не превращается в висящую тряпку, когда пуст. Это просто отдельный лайк, за счет этого он не только всегда заебато выглядит, но и позволяет использовать его как столик для работы вне дома. Правда, не в такую погоду, ибо руки мерзнут буквально за секунду. В целом, это, пожалуй, первый гражданский рюкзак, который мне вот прям реально нравится, как по качеству, так и по функционалу. Поэтому я им буду пользоваться и в дальнейшем. Ссылка, где купить рюкзак, будет в описании под видео. А по промокоду VERESK в ближайшие две недели у тебя будет скидка аж 20%, поэтому не опаздывай. А мы возвращаемся к броне. А теперь от слов к делу. Вот реальные отстрелы от сертификационного центра. Испытание фиксируется на камеру с замедленной съемкой. Это делается не просто по приколу, поскольку только так можно увидеть реальный уровень ЗКТ. Когда пуля или осколок сталкиваются с броней, выпученные от столкновения много больше, чем буквально через секунду. Броня имеет некоторую упругость, поэтому материал сначала выгибается, а потом всасывается обратно. Вроде ничего особенного, но сильное выпучено это буквально то, что войдет вам в кабину, если вы поймаете пулю. А вот если вы отстреливаете броню на заднем дворе своего дома, увидеть такие нюансы просто невозможно, потому что они происходят за долю секунды. Пробития нет. Небольшой бугорок. И поэтому Марти видит лишь маленький бугорок, который остался после реальной деформации. И считает, что тут нет никаких проблем. Именно так выглядит безграмотность, которая может стоить кому-то жизни. В принципе, нигде нет пробития. Одни выпуклости. С плитами такая же ситуация. От попадания пули плита вгибается внутрь. И степень этой выпучины можно определить только с помощью специальных стендов и камеры замедленной съемки. Стенды типа торса нужны, чтобы фиксировать закатэ не только на глаз, но и по приборам, потому что так более надежно. И кстати, Хор сказал хуйню в своем ролике, когда упомянул, что плита нужна для того, чтобы удар пули равномерно распределялся. В таких случаях обязательно нужна хоть какая-то твердая плиточка, просто для того, чтобы распределить удар по всей площади. Вот вам запись, где при наличии плиты удар по телу идет ровно в том месте, куда ударила пуля и никуда не распределяется. Собственно, закатэ от такого будет просто ебанись. Хорошо, если жив останешься. А вот при наличии кап равномерно распределяется на все тело. Капы, конечно, не панацея, но если используешь древние как говно мамонта стальные плиты, то без них просто никуда. Но если ты думаешь, что запреградная травма это единственная проблема при испытаниях бронеэлементов, то ты заблуждаешься. Площадь воздействия. Рассмотрим такую ситуацию. Вы стреляете по бронеплике пулей калибра 7,62х39. И ура, плита не пробита. Разумеется, теперь ее хоть на Донбасс отправляй. Великолепное качество изделия. Не спеши радоваться, ковбой. Пуля большого диаметра оставляет вмятину, а вот маленького прошивает как иголка. Именно по этой причине у калибра 5,45 бронепробиваемость выше, чем у 7,62. И поэтому нельзя судить, что если крупный не пробил, то маленький тоже не пробьет. Нужны испытания. И разумеется, данный аспект также проверяется при сертификации бронежилетов. Проверка при разной температуре. То, что ваша броня выдерживает выстрел при комфортной температуре от 18 до 23 градусов, не говорит абсолютно ни о чем. Воевать ты все-таки собираешься не только у себя в квартире, а следовательно, твоя броня должна выдерживать выстрелы и при морозе, и при лютой жаре. Поэтому бронеэлементы проверяют при разных температурах. И поверьте, многие пластины, которые выдерживают выстрелы при комфортной температуре, абсолютно не справляются, как только температура снижается или повышается, полностью не соответствуя заявленным характеристикам. Абсолютно неважно, воюешь ты в Сирии или защищаешь Деда Мороза, бронежилет должен выдерживать все эти нагрузки и проходить их достойно. Кстати, помимо разных температур, бронеэлементы должны выдерживать еще и перепады температуры, потому что если ты из холода зайдешь в тепло, бронеэлемент должен сохранять свои характеристики, они не должны нарушаться. Проверка при разной влажности и намокании. Как ты понял из предыдущего пункта, боевые действия могут проходить не только на территории твоей квартиры, а следовательно необходимы и дополнительные проверки. В разных частях нашего круглого шарика разная влажность, и бронежилет должен работать при любых условиях, иначе это просто херня какая-то. И это еще не все. Вот ты форсируешь водную преграду, твой бронежилет и шлем намокли, или пошел ливень и ты опять мокрая кисонька. Вся твоя броня должна остаться в кондиции, а не превратиться в тыкву от пары капелек воды, что между прочим иногда происходит при испытаниях. Сертификация бронежилета в сборе. Одним из важнейших ГОСТов является то, что бронежилет должен испытываться в сборе, а не по отдельности. Отдельные испытания пластин приветствуются, но не являются обязательными. И здесь мы затрагиваем очень серьезный вопрос. Во-первых, большинство ютуберов отстреливают просто пластиной. Без бронежилета, без кап, без всего. Просто пластина и все. Отстрелял, не пробито, класс. Из чего мы уже делаем вывод, что такие испытания абсолютно некомпетентны и ничего не доказывают. Но настоящая проблема кроется куда глубже. Большинство российских коммерческих компаний по пошиву снаряжки предлагают купить тебе просто тряпку, а пластины где хочешь, там и ищи. Да, для страйкбола это, конечно, нормально. И я понимаю, что большинство российских йоба-пошивочных на страйкбольчик и ориентируется. Но предлагать такие изделия для боевого использования, как по мне, весьма странно. Как устроен бронежилет? В зависимости от того, какой тип плиты используется, меняется и внутреннее оснащение. Плита, аромит, капы. Все это подстраивается под саму плиту. И работает вместе, в комплексе, в сборе. Если мы уберем из этого комплекса хотя бы один элемент, то, возможно, вся конструкция развалится и работать не будет. И вот ответьте мне на вопрос, под какие типы пластин российские йоба-пошивочные шьют свои бронежилеты? Какие найдешь, такие используй. Да, некоторые прям указывают сапи, гранит, еще что-то. Но проверяли они с этими плитами свои жилеты? Конечно же нет! У них ведь нет сертификата! Вот и получается, что большинство российских компаний просто предлагают тебе кота в мешке. А выживешь ты или нет после попадания пули, это уже не их дело. К тому же некоторые компании пошли дальше и даже продают свои бронеэлементы. Сертифицированы ли они? Нет, конечно! Зато есть отстрелы. Мы на стрельбище привезли, жахнули пару раз. Качество! Во! Таким изделиям однозначно не стоит доверять. Если, конечно, вы не используете их для страйкбола. Там вообще насрать! Хоть говно засуньте! Справедливости ради я отмечу, что у нескольких российских производителей все-таки есть сертификаты на их бронеэлементы. Говорить название компании я не буду, потому что мне не платят. И вопрос, почему вы мне не платите? Дайте денег! Но найти эти конторы не проблема. Сертификат вам обязаны предоставлять по запросу. Поэтому если сертификат есть, радуйтесь. Значит, все хорошо. Зачастую у ее боеспытателей можно встретить такие фразы. Выдерживает выстрел из калаша! Держит ПМ! Ярыга не пробил! Но это неправильные формулировки. Дело в том, что из одного и того же калашникова в пределах одного калибра можно стрелять абсолютно разным боеприпасом. Если ты стреляешь стандартным патроном, возьмем там оболочку или полуоболочку, и бронеплиту не пробило, это еще ничего не значит. Возьми бронебойно-зажигательный и стрельни еще раз. Самый актум в том, что на ютубе практически нереально найти видео с официальных испытаний. Как бы ты ни формулировал слова в поиске, как бы ты ни старался, тебе всегда будет выводить животных, которые стреляют по бронеплите, приставленный к дереву. А поскольку это буквально единственное, что можно найти, то люди начинают верить, что так и нужно делать. Другой-то информации у них нету. Осколок опаснее пули. Существует распространенное заблуждение, что осколки практически не опасны. И если у твоего бронежилета есть хоть какой-то класс защиты, буквально хотя бы первый, то от осколка она обязательно защитит. Нет, блин, это так не работает! Осколок опаснее пули. Во-первых, потому что он летит с гораздо большей скоростью, а во-вторых, он может быть маленьким и прошибать шлем насквозь. Именно поэтому сертификационные центры отдельно проводят испытания на осколки. Отдельно, от пуль. Они просто записывают, раз пуля не пробила, значит и осколок тоже не пробьет. Испытания пройдены. Я понимаю, что дилетантство есть везде, но в этой сфере дилетантство реально может стоить жизни. Если ты об этом не знал, не страшно. Страшно то, что об этом не знают многие производители, выдавая свои пакеты за противоосколочные, хотя они не имеют никаких сертификатов. Но что же делать со всеми блогерами и производителями, которые продолжают делать отстрелы и выкатывать свой непонятный продукт на рынок? Да, собственно, ничего. Просто теперь ты знаешь, что они некомпетентны в этом вопросе. Ты теперь умный, смелый, сильный, да? Тебя теперь не обманешь. Так что принимаю благодарности. Вот такой научпоп у нас сегодня с тобой вышел. И, кстати, есть разница между теми блогерами, которые стреляют по плитам просто по приколу, посмотреть, что с ними будет, и теми, кто реально выдает это за испытания. В наше время тотальная безграмотность стала, к сожалению, нормой жизни. И люди даже не могут понять разницу в простых вещах. Что уж говорить о сложенных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok